Понятно, трубок на катализаторах, и там катализатор. Но какие-то другие условия? Какой материал он природ поставляет? Это просто вы тоже изучали, фиксировали. Как там будет дефектности? Есть какая-то информация другого рода, чем просто какой-то? Ну, в принципе, информация есть. Ну, например, по влиянию типа... В принципе, почему, например, используем интернет? Потому что интернет, он нам обеспечивает получение высокочистых трубок. На наших же катализаторах можно использовать пропанду там. Но за счет того, что условия их активации, ну там просто дефекты же у них разные... А потом еще температура... Обязательно, и температура... Ну, я понял, ответ понял, все. Вот, вы приводили там температурные зависимости. Это относится к одной трубке или... Нет, это сделано, значит, на массивах трубок. Вот это сделано... Образец, порошок в трубах запрессовывался, значит, в капиллярчик. С внутренним диаметром 2 мм, 4-контактным образом. Но поскольку мы измеряли относительные величины, то есть измеряемая величина сопротивления от нулевого, так сказать, комнатной температуре, мы получали температурную зависимость. И она уже не зависела от числа контактов, она нам давала информацию именно о материале, усредненных, конечно, мы понимаем. Но, тем не менее, это измерения, они очень хорошо воспроизводимы. До этого мы выполняли измерения тоже для порошков, типа углерода, луковичной структуры. И самое главное, что из этих измерений вы получаете, конечно, не абсолютную цифру, а получаете механизм... Да, они не нужны, отчетных... Да, это очень удобно, потому что можно, конечно, сделать, наверное, для отдельных, но это гораздо дороже. Потому что мы все образцы не имеем возможности... Вопрос к трубам. Как Вы осматриваете, когда мы умерим сопротивление умунного стенки, все-таки ток протекает по внешне, трубки или по всей, по всей, по всей, по всей, по всей нему? Это хороший вопрос такой. Значит, достоверные... Я знаю, что есть измерения, когда на отдельных трубках проводили, когда свежим контактам накладывались, допустим, сверху, и смотрели там, и получали в основном проводимость, как считали люди, верхних, низких слоев, и когда трубка разрезалась и включалась всем своим торцом, там была некоторая разница. Мы, естественно, имеем... Но мы считаем, что все-таки, конечно, при поверхностной слое приносят общий склад. Но поскольку, так сказать, они суть и отражают строение внутренних слоев, то мы поэтому распространяем наши выводы... Я могу лишь только сказать, что это так, но когда вы имеете дефектные трубки, и у вас, в принципе, возможно, некоторые вот такие контакты там возникают еще какие-то... Они иногда сшиваются слои между собой, вот даже вот на поперечнике. И, например, когда мы прогревали трубки, число носителей заряда у нас драматически уменьшалось. То есть дефектные трубки по числу носителей заряда, они превышали, так сказать, то, что для окаженной трубки. Они очень неудобны, чтобы на них очень трудно что-либо прилипить сверху. То есть в этой ситуации, для некоторых приложений именно такие нужны. Например, углерод-углеродные композиции для высокотемпературных объектов, которые работают при температурах выше 2000 градусов, вам необходимо убрать металл, потому что он начинает потом разлагать структуру трубки, а ну и очищает таким образом до уровня ППР.